В дополнении можно будет для того, чтобы расширить эту беседу, есть форма ромашки, в которой можно конкретно, например, направить в русло клиента по разговору, по деньгам, по здоровью, по финансовым материальным ценностям, имидж, здоровье, в зависимости от того, что именно хочет получить клиент от нашего предложения. Молодец. Правильно, да? Да, да, да. Так, а куда подевалась Рая в этот момент? Она у вас тоже? Она из... Нет, нормально, вышла она, сбила. Ну, я и говорю, что вышла. Так, тогда, Фарида, задавай свой вопрос. Значит, у меня вопрос, из каких пунктов состоит эта мини-презентация? Это вот наша последняя тема, которую мы не могли все освоить. Именно вкратце, что нужно именно на какие вопросы, вкратце ответив конкретно клиенту, чтобы он именно это, ну, заключил сделку. Ты про мини-презентацию? Из каких пунктов состоит? Перечислите просто. Ты про мини-презентацию? Презентацию? Вот прошлая тема. Нет, прошлая тема. И мини-презентация. Эффективная презентация. Нет, нет. Эффективная? Эффективная презентация из каких пунктов состоит? Можно просто пункты перечислить и все, а там уже. Это вопрос мне, да? Просто меня выбросило немного. Звонок был. Кого спрашиваешь, Фарида? Ага. Ну, давайте я спрашиваю. Так, у нас есть… Давай, давай, Рай. Давай. Потому что меня выбросило, я там не смогла принять участие. Но если это эффективная презентация, то нужно как раз-таки пять этапов продаж показать. Это установление контакта, утепление, плюс, значит, у нас выяснение, формирование потребностей, то есть сформировать четко вопрос. Возможно, даже сузить этот выбор, не нахлёстывая на него все эти проблемы, а именно вытащить с него эту боль. Так что у нас еще так презентация. Нет, ну ты не про то рассказываешь. Нет, нет, нет. Ты сейчас пять этапов рассказываешь. Да, да. Рай, Рай. Прошлую тему, которую мы разбирали, прошлой темой у нас была презентация. Там четыре компонента. И вот презентация по четырем компонентам, значит, клиенты раскрывали. Вот эти компоненты просто назови. Почему с нами работает выгодно, да? Почему с нами работает выгодно решение? Потому что вопрос далее идет «потому что?», и мы это раскрываем. Так, это вам позволит рассказать историю. И в конце это вам просто нужно, по-моему, да. Вам просто нужно и дать действие его. Нет, ну там таблица бывает. Правильно, правильно. Теперь вот теперь по таблице. По таблице просто скажи, как это называется, эти вот, как сказать, пункты, как называются. Это наша прошлая тема. Да, ну мне различать нету. Первое, вот что ты сказала. Да, давайте я в свойствах. Первое свойство, второе. Второе, нужно показать выгоду, потом сделать монетизацию. 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 И в конце уже рассказать историю. Это наша прошлая тема. Вот эти четыре пункта просто надо было назвать, и все. Умничка. Закрепили. Закрепили. Молодец. Рая, тогда задай вопрос Айгуль теперь. Так. Какую ценность имелитая личная продажа? Давай Биктурсуну, потому что Айгуль не формулировал вопрос. А кто у нас? Все уже участвовали. Биктурсун еще не отвечал. Задай Биктурсуну сейчас вопрос. Виктурсун, да. Какую ценность имеет эффективная продажа? Презентация, то есть. Эффективная презентация? Ценность выше стоит, чем цена. Да, ценность выше стоит, чем цена. Да, да, да. Самое главное. У вас очень интересный коннект на подсознательном уровне. Так, хорошо. Биктурсун, задавай вопрос. Так. Айгуль была с нами и ушла. Все, конец. Тогда твой вопрос задай всем. Да, вот мы где используем стук? В каком презентации мы стук где используем? Что такое стук? Стук? Стук. Стук. Кручок, стук. Такая презентация. Стук. Стук. Стук где используем? Какие презентации? Что такое стук? А нет. Ух ты заинтриговал. Да, что-то я тоже перебираю в голове, где это была тема, когда это было. Установление контакта? Наверное. Активный поиск продажи был. Презентация у нас была. Звонки, крючок, стук, диалог. Мы используем, когда нам говорят. Нет. И добиться, чтобы он сказал да. Именно поэтому? Ты про это спрашиваешь? Именно поэтому нам необходимо? Да, да, да. Да, 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 да. А, уступ. Уступ, когда негативнее, когда это будет. Уступ. Это будет твой термин, стук. Хорошо. Когда мы используем стук? Вот так. Хорошо. Когда негативно ходит до клиента. Уступ. Ну ладно, это не важно. Все, не парься. Это сложное слово. Даже я не понимаю до конца звука. Просто так звучит. Я стук написал так. Я минутку покину. Ладно, у меня прям важные. Звонки меня долбят, и меня без конца выбрасывает. Я извиняюсь. Да, что-то у нас много кого выбросило. Ну что, хорошо, размялись. Поехали дальше. Так у нас пиньяр отвалился. Мы переходим к продолжению разговора. Кстати, обратите внимание на то, что мы сейчас сделали. Это упражнение для группы. Я его придумал в какой-то момент. Как создать групповое воспоминание о пройденном материале. Его можно использовать как упражнение даже на соревнованиях. В соревновательном контексте. Если группы делятся на команды, то команды придумывают вопросы, присылают своих представителей в центр зала. Представители отвечают на вопросы, и за ответ на вопросы получают какую-то тренинговую валюту. Но главное, чтобы команды придумали сами, и люди потом на них отвечают. Смысл в том, что все вдруг быстренько вспомнили, о чем они только что или какое-то время назад разговаривали, и что они изучали. Это вот такой формат упражнения. А мы с вами добрались до обработки возражений. И сейчас туда нырнем. Все. Демонстрация экрана видна, да вам? Мы поднимаемся сюда. Ну, поехали. Значит, еще раз для тех, кто не был на выступлении, которое я рассказывал. Ну и полезная скорость. Когда человек отвечает на возражения, где оно? Продавец. То он может действовать из четырех ролей, отвечая на возражения. Из каких? Прямо напоминайте, кто был, чтобы много времени на это не тратили. Когда продавец слышит возражения, он может действовать из четырех разных ролей. Ну или типов. Запоминайте. Он может быть? Трубчивый. Нет. Он может быть. Слабак. Он может быть. Слабак. Кто? Борец. Он может быть борец. Борец-аргументатор. Борец-аргументатор. Он может быть. Скидочник. 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 И он может быть. Эксперт. Монетизатор. Переговорщик. Монетизатор. Поэтому, если вы захотите использовать другие слова, но передавая смысл, никаких проблем. Итак, кто такой слабак и как реагирует слабак на возражения? Слабак. Слабак. Приятно работает. Стучит на заднюю. Он соглашается. Да. Не хочешь, не берешь. Соглашается или сливается. Сливается, да. Что делает скидочник и чем характеризуется скидочник? Предлагает скидку на товар. Да. Он предлагает скидку. Ну, а если скидка невозможна, допустим, ну, исключается, да, то в чем суть скидочника? В чем его, ну, вот, менталитет скидочника? Проблема его мышления в чем? Уступать. Ему кажется, что его предложение дорогое. Он сам изначально допускает, что у него дорогое предложение, и для других оно тоже дорогое. И поэтому скидка его в голове – единственный шанс продать. Делать скидку или пойти на уступку. Иногда скидка – это не скидка в деньгах, а принятие на себя дополнительных обязательств. Что тоже для продавца проигрыш. Что такое борец-аргументатор? Чем он характеризуется? Ну, он свои доводы приводит. На своем стоит. Ну, то есть, его плюсы какие? У него много аргументов. Да, он профессионал. У него есть аргументы, он знает тему, он не плавает, он не собирается делать скидки, он не собирается сдаваться. Он, в принципе, молодец. В чем у вас проблема? Вот то, что он борется с клиентом. Гибкости мало. Гибкости нет, и может клиента потерять. Да, да, он создает напряжение в разговоре, пытаясь заболтать, заговорить клиента, что срабатывает. Я анализировал, ну, так вообще, как бы, это срабатывает для слабых клиентов, которые быстро сдаются и там не очень разбираются в теме. На них это действует. Поэтому у борцов-аргументаторов, естественно, есть клиенты. Естественно, они не голодают. Потому что лучше быть борцом, чем слабаком и скидочником. Но больше такая-такая техника действует на слабых клиентов, которые, ну, как бы, оп. А если перед тобой будет, ну, сильный клиент психологически и там интеллектуально, то такой стиль работы вызывает сопротивление. И клиент, ну, у него будет повод покинуть тебя. Монетизатор, монетизатор, кто это? В чем его, в чем его такая настройка интеллектуальная? Ну, это самый крутой из этих. Да, да, это цель, да. Ну, как, чем характеризуется его образ мысли у монетизатора? Он показывает ценность, ценность выше цены. Да, он говорит так. Да, я самый дорогой. Дорогой. Но... Он показывает профессионализм своего. Не совсем профессионализм. Нет, дело нет. Но со мной выгоднее. То есть он как раз работает в парадигме показать ценность, которая выше цены. То есть да, я самый дорогой. Я не пытаюсь понизить свою цену. Но со мной выгоднее. То есть монетизатор повышает свою ценность, а не цену. Почему переговорщик, в отличие от борца, аргументатора, он умеет вести разговор в стиле беседы, переговоров, задавания вопросов, не спора. И поэтому мы говорим о некой идеальной модели. Это вот эта модель. Научиться чувствовать свою ценность, ее демонстрировать. Но демонстрировать не монологом, не накидывая аргументы, а при помощи правильной беседы. Вот это вот мастерство. И об этом, если сама суть монетизации, идея монетизаторства мы уже в презентации разобрали, то вот что такое вот этот переговорный стиль работы с возражениями, вот сейчас мы о нем говорим. Несколько шагов, ну не в сторону, а вот в терминологию. Что мы не будем называть и что я вам советую не называть обработкой возражений. К сожалению, я уже написал правильные ответы. Но, чтобы было понятно, что это значит. Представьте себе, что я продаю вам стулья. Нет, давайте не стулья. Стульев у меня нет под боком. Я продаю вам, предположим, подушки. И у меня две подушки. Одна подушка с зеленым торцом, а другая подушка с синим торцом. Но с синим торцом, например, эта подушка, ну очевидно, хуже. То есть она, у меня просто идентичные подушки, это не очень хорошо. Ну, в общем, типа это шелковая подушка, а это какая-то там прям хэбэшка, хэбэшка. Ну нет, шелковая это хорошо, плохо нет, это плохо. Ну, в общем, это дорогая, крутая подушка, а это очень похожая подушка, но там набивка у нее синтепоновая. И вы приехали покупать подушки. Вот эта подушка стоит 10 тысяч рублей, а вот эта 5 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч тенге, ну нет, все-таки пусть будет 5, нет, вам проще в тенге. Давайте, эта подушка стоит 100 тысяч тенге, а эта 50 тысяч тенге. И я говорю, ребята, а вам нужно 100 подушек, у вас гостиница. Я говорю, смотрите, ребята, вот вам подушка, крутая подушка, вообще, ну все будут кайфовать. Я красиво ее вам презентую, клиенты будут мечтать вернуться на эту подушку и привозить вам больше денег. Берите, значит, вам нужно 100 по 100 тысяч тенге, это миллион тенге. Я говорю, забирайте. Правильно, миллион 100 на 100, это 100 подушек по 100 тысяч, это даже 10 миллионов. Это 10 миллионов, забирайте, говорю. А вы такие говорите мне, ну говорите, что вы говорите? Нет, это дорого. Это дорого, вы говорите, это дорого. Я такой, серьезно, это дорого? Не беда, говорю я, смотрите, есть другая подушка с синей вставкой. Тоже на ней можно спать, все, клиенты будут приезжать. Она стоит всего лишь 50 тысяч тенге, забирайте. И вы говорите, что вы говорите? Окей, хорошо. Окей, забираю, все, 100 подушек по 50 тысяч тенге, 5 миллионов, забирай. Я, значит, деньги получил. Вопрос, я эти переговоры, ну я эту продажу сделал? Нет. Ну, как бы, кажется, что да, но я переговоры проиграл или выиграл? Проиграли. Проиграл, да. То есть, вроде бы я что-то продал, но переговоры я проиграл. Почему? Чего я не делал в этих переговорах? Вы не делали монетизатора-переговорщика. Я не боролся с возражением. Я не боролся с возражением по первой подушке. Я просто первая, свою первую сделку, я же хотел продать. Сколько я проиграл денег только что в этих переговорах? 5 миллионов. 5 миллионов, да. То есть, у меня иллюзия, что я закрыл сделку, есть, но переговоры, по факту, я проиграл на 5 миллионов. И я вообще не боролся за эту подушку. Я полностью сливаю эту сделку и открываю новую сделку. И новая сделка у меня сработала, но первую сделку я слил. Но поскольку все это происходило в один момент, мне кажется, что я продал. Мне даже кажется, что я обработал возражения. А на самом деле я ничего такого не делал. Итак, мы не будем называть обработку возражением замена товара. К примеру, вы ведете переговоры. Ну, вы, ваши партнеры, ведете переговоры. И вы хотите, чтобы человек купил у вас что-то на 300 долларов. Ну, даже на 600, что было бы в идеале. На 600 максимальный пакет. На 600, да. Вы говорите, слушай, купи на 600. Ну, вы поняли, что перед вами человек, тут важный момент, который может купить на 600 долларов. Вы не предложили там пенсионерке, которая выгребала там последние 3 копейки. Это, конечно, безумство. Нет, вы провели правильное выяснение потребностей. И говорит, возьми на 600 долларов. А человек такой, что-то на 600 дороговато. А вы говорите, ладно, фиг с тобой. Бери на 200. Потом еще возьмешь на 400. И он такой, ладно, фу. Все, беру спирулину и еще какой-нибудь маленький тюбик. Что произошло в этом разговоре? Первое предложение или первая сделка была провалена. Ну, вторая заключена, но первая-то провалена. Почему? Потому что человек, ну, наш вымышленный, не боролся с возражением. С возражением дорого. Да, с возражением 600 долларов. Ну, то есть, дорого 600 долларов. Вот с этим он не боролся. И я вот наблюдаю за этим, когда, знаешь, иногда хочется купить что-нибудь подороже. Вот берешь, допустим, дорогой ботинок. Думаешь, о, десятка. Ну, типа, надо решиться. И пока ты решаешь, продавец возьми, тебе и ляпни. А у нас еще дешевле есть. И ты из-за этого такой, как бы, откладываешь это, берешь то, а потом думаешь, блин, да я же хотел это. Ну, то есть, вот эта, как бы, глупость, вот эта, вот, побыстрее продешевить, ее не нужно делать. Ну, нужно удержаться и бороться с возражением. Потому что, ну, как бы, пусть лучше купят 100 подушек по 10. Ну, ладно, там может, ну, в общем, дальше следующее, что мы не будем называть, обработка возражений. У меня та же самая сделка. У меня 100 подушек по 100 тысяч тенге. Вы говорите мне, дорого. Я говорю, ой, а вам нужно 100 подушек? Вы говорите, 100 подушек. То есть, 100 штук, 100 штук. Я говорю, секундочку. Да. Алло, босс. Алло, босс, у нас такие крутые покупатели. Нам нужно, они 100 штук берут. На жизнь такой сделки не было. Ну, по 5 тысяч можем отдать. И босс говорит, ладно. И я к вам прихожу, говорю, я вас поздравляю. Классная новость. Подушки по 5 тысяч, по 50 тысяч забирайте. И вы радостно забрали. У меня опять иллюзия, что я сделку совершил. Но переговоры-то я проиграл. Я опять не боролся с возражением. И я 5 миллионов отдал. Итак, мы не будем называть обработка возражений, замена товара и скидку. И когда вы в своей практике обучения будете это вспоминать, то есть поймите. Иногда я слышу такие приколы, когда такой это обычно не профессиональный тренер, а какое-то внутреннее обучение компании. И у них такой, если клиенту дорого, предложи ему скидку. Ну, то есть такой охрененной технологии просто. Меня аж прям потрясывает. Нет, конечно. Вот. Так, с этим разобрались. Едем дальше. Едем дальше. У меня тут скачет. Теперь давайте вот перед алгоритмом вот сюда заглянем. Монетизатор-переговорщик. Сейчас комментирую идею переговорщика. Значит, когда человек отвечает, ну я или вы отвечает на возражение, или слышит возражение, мы, кроме того, что действуем в одной из четырех ролей, мы можем действовать всего лишь двумя способами. Вот. Когда возражение звучит, я могу всего лишь, ну, сделать либо одно, либо другое. Вот вспомните, что это было. Ну, с конференции вспоминайте. То есть я могу либо, либо. Вот. Какой передо мной выбор, когда я слышу возражение? Работать с ним или не работать? Нет, нет, не про это. Все, работать. То есть это типа вот работать. Давайте. Сейчас проверим вас. Окей, я сейчас вас проверю всех. Итак, давайте. Предложите мне купить спирулину. Алексей, купите спирулину. 2200 таблеток всего 150 долларов. Да, я говорю. О, спирулина. Слушайте, что-то название какое-то странное. Мне как-то оно вызывает какую-то тревогу. Я не хочу покупать продукт с таким странным названием. Это название водорослей, из которой она сделана. Раз, реакция. Запоминаем реакцию Бибигуль. Следующий вариант реакции. Поехали. Ну, как бы вы. Хорошо, назовем. Слушайте, спирули. Нам нужно в какой-то роли сейчас? Тебе нужно отреагировать на мою фразу, как будто ты мне продаешь спирулину. Вот. Бибигуль отреагировала. Запомните все, что она сказала. Ну, не все, а какой фор... Что она как бы... Ну, по форме, что она сделала. Следующий. Давай, Данияр. Ну, кто? Сама. Давай. Спирулина. Что-то название какое-то стрёмное. Не хочу. Количество 2200 таблеток. Нет, нет. Ну, это понятно. Название. Именно поэтому вам надо купить? А что... Алексей. Алексей, а что вам не нравится в названии? Так, Данияр. Что, слышу тебя? Алексей, а что именно вы искали? Я уже... С этим мы разобрались. Короче, что сделала Бибигуль? А. Плавайте. Что сделала Бибигуль, когда услышала возражение? Она сразу обработала. Она уточнила. Она просто уточнила. Она начала говорить. То есть, объяснять. А, по-моему. То есть, здесь, ну, то есть, как бы, спорить фактически со мной. Что сделала Назым? Молодец. Она... Повтори, что ты сказала. Уточняющий вопрос. Она задала вопрос. Фиксируем. Есть всего две реакции. Я могу начать говорить. Ну, кроме как молчать, расплакаться и уйти. Все, это мы не рассматриваем сейчас. Я могу начать говорить. Я могу начать спрашивать. Вот здесь, ну, вот здесь есть водораздел борца и монетизаторы переговоров. Борец отвечает. Говорит, ты дурачок, что ли? Это же водоросли. Ну, фактически. Я такой, да, водоросли. Какие водоросли? Ты говоришь, какие водоросли? Ты с ума сошел? Какие водоросли? Водоросли, которые в океане растут. Сто тысяч лет, миллиарды. Какие-то себе полезные вещества. Я говорю, в каком океане? Ты тупой, что ли? Рядом с фиконией там они растут. Говорю, сколько ты рядом? То есть, знаете, и вот борец-аргументатор начал лечить своего несчастного клиента. Но и в итоге вообще непонятно, потому что у него вопрос-то не про водоросли. Он скажет, водоросли? Я вообще не хочу водоросли и спирулину. Мне еще страшнее стало. Вопрос, в чем проблема спирулины? Какие у тебя ассоциации вызывают? Почему тебя это тормозит? Дело вообще не водоросли. Я и так уже понял, что это водоросли. То есть, нужно спрашивать. Потому что, если я не спрашиваю, то я с тенью разговариваю. Ну, как с серым пятном. Все, что я буду говорить, будет лететь куда-то в какую-то сторону, но точно не в голову клиента. Пока я не пойму, что является причиной и даже самим его возражением. Нужно спрашивать. Ну, и теперь давайте моя любимая табличка. Ее нужно сто раз повторить, чтобы понять. Вот берем пример возражения дорого. Возражение дорого. Я утверждаю, что под возражением дорого скрываются пять непересекающихся друг с другом причин. Вот пять разных человек смотрят на меня, абсолютно разных. И они говорят мне, что 170 баксов с налогами за спирулину. Дорого. А это пять абсолютно разных. Поехали. Что это за люди? Кто эти пять разных причин? Или что это за пять разных причин и пять разных людей? Первое. Кто? Нет денег. Нет денег. Я называю его бюджетник. Бюджетник. Ну, то есть он посмотрел на еду, на кладу квартиры, на детей, все как бы есть. И денег тупо нет. Ну, вот нет у меня вот этих. Сейчас возьми да выложи 100, там 70 баксов. Вот их нет. Вот это бюджетник. Все. Есть такие люди. Прям столкнулись с бюджетником. Бюджет бывает двух типов. Каких двух типов бывает бюджет? Экономить? Реальный. Ну, вы не можете догадаться. Это и вымышленный. Реальный бюджет это что значит? Это значит реально нет. Ну, прямо нет. Вот все кончилось. Вчера был день рождения, только ушли гости, все проели. Вообще нет. Прям нет и все. Вымышленный бюджет это значит я не выделил. Не хочу доплатить. Я не выделил, да. То есть у меня деньги есть, но я в голове не выделяю столько денег на, ну, допустим, на лекарства себе. На БАДы. Или возьмем, отвлечемся от БАДов. Допустим, я делаю ремонт в квартире. И мне там на ремонт придется потратить 3 миллиона рублей. И я покупаю плитку на кухню или куда-нибудь. И мне дизайнер насчитал 500 тысяч за плитку. Я говорю ему, нет, это дорого. У меня нет денег. Но что я имею в виду? Я имею в виду, что у меня нет денег, не выделяно столько денег на плитку. Потому что деньги глобально-то у меня еще есть. У меня, как бы, я просто планировал кухню себе за 800 тысяч купить. И я на керамограните сэкономить. И здесь уже другое дело. Здесь надо бороться. То есть здесь уже есть, просто когда совсем денег нет, но это как бы один путь. Когда деньги есть, это немножко другой путь работы с человеком. Хорошо. Следующая причина, почему дорого? Есть, где дешевле взять. Правильно, да. Это тендер. Ну или он сравнивает. Я имею в виду, что человек сравнивает. Сравнивает. Человек сравнивает нас с кем-то. В случае спирулины с кем нас может сравнивать или с чем человек? С другой компанией. Да, если набрать в интернете спирулину, то пачка спирулина стоит 1000 рублей. Да, и она есть намного дешевле в других компаниях. Ребята, я не понял. Типа, в смысле 170 баксов? Подождите, что? Это одна тема. Другой тема скажут. Есть вообще там какая-то японская какая-то специальная палатка где-то. То есть он может с кем-то сравнивать. И это другая история. Это другой человек. То есть его не волнует бюджет. У него не то, чтобы нет денег. Просто я не хочу быть дурачком. Я не хочу переплачивать. Следующий. То. Ему не нужны бады вообще. Нет, смотри. Если ему не нужны бады, то у него возражение недорого. У него возражение не нужны бады. А мы сейчас говорим о том, что ему нужны. Он уже такой хочу. И такой, да ладно. И он как бы про цену. Это только цена. Скидку хочет. Скидку хочет скидку. Правильно. Это называется торгаш. Профессиональный покупатель. Торгаш. Торгаш просит скидку. У него есть деньги. Дело не в бюджете. И он вас ни с кем не сравнивает. Ему плевать. Он не собирается. Просто он слышит цену. И у него на подсознании рождается стратегия. Нужно попросить скидку. Вдруг прокатит. Что знает торгаш о жизни? Это очень важно. И это нужно для себя понять. Значит, торгаш знает пять высокооплачиваемых слов. Что это за пять в бизнесе? Есть пять самых высокооплачиваемых слов. Даже мой герой Тони Робинсон и даже Маргулан Сисимбай не получают столько денег за пять слов, сколько профессиональный покупатель за пять слов. За какие пять слов платят больше всего денег? Давайте предположим, мы с вами ведем сделку на 300 тысяч рублей в тенге на 3 миллиона тенге. Полтора миллиона. Давайте на 3 миллиона тенге ведем сделку. То есть у нас переговоры на 3 миллиона. Не знаю, что-то, что-то там кому-то хотим продать друг другу. И я вам продаю, а вы мне говорите, все, хорошо, мы хотим с тобой работать, все, мы покупаем тебя. Только одна просьба. И поехали, пять слов. А можно скидочку 10 процентов. И представьте, что я говорю вам, можно. Сколько денег я вот так вот из кармана достал и вот так вот вам на стол вот так вот. На тебе! Ну, три миллиона. 300 тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч. То есть просто пять слов. А можно скидочку 10 процентов. И я говорю тебе, на тебе 300 тысяч за пять слов. Вот торгаш это знает. Это 300 тысяч, 5 тысяч, 10 тысяч. Не важно. Важно, что человек, и перед нами вот этот человек, и это такой, ну как бы, вот поэтому он торгуется. Поэтому ему типа дорого. Но он на самом деле торгуется. Следующий тип человека, почему дорого? Не рассчитывал на такую цену. Да, не рассчитывал. То есть он первый раз столкнулся с подобным товаром и ценой на него. И она ему показалась дорогой. Просто он как бы, ну не знаю почему. Вот это моя история. Почему? Что? Ну как бы откуда? То есть с чего? Ну непонятно. То есть что это? Знаете, вот есть яркий пример вот этих не рассчитывал, когда человек первый раз обращается к риелтору. Не знаю, пользовались услугами риелтора, нет? И риелтор говорит, ну там, за то, что я продам твою квартиру, 3% от стоимости квартиры. Допустим, в рублях там 300 тысяч рублей. И если я клиент раньше этим не пользовался и не слышал про такие варианты, говорю, ты больной что ли? Ну что это вообще? Откуда ты взял эти цифры? Как это возможно? А когда ты понимаешь, что рынок так работает, то тогда ты успокаиваешься. То есть не рассчитывал, он столкнулся с ценой первый раз. Вы встречали таких же, да, наверное, в ваших продажах? Да. Он сначала говорит, да сколько ты, зачем? Я никогда столько не тратил на лекарства, ну ни на что. С чего мне тратить столько денег? То есть, ну просто такого не было. Но при этом он не торгаш, он не сравнивает вас ни с кем. У него есть деньги. Просто такой как бы первый шок, первый шок такой. Вот столкновение с какой-то... А потом привыкаешь и говоришь, нормально, все. У меня история была смешная, вот в рамках вот этой ситуации. В какой-то момент жизни у меня появилась машина с 17 радиусом колес. Ну кто понимает, у колес есть разный радиус. У машин разный радиус колеса. Там 13, 14, 15, 16, 17 и дальше. То есть побольше машины, побольше колесо. И я поехал менять резину на этом колесе, там зимний на летнюю, летний на зимнюю, не помню. Приезжаю, а в голове у меня, что это должно стоить полторы тысячи рублей. Потому что до этого у меня была машина, и я менял за полторы тысячи рублей. Приезжаю, а мне говорят, да все, давай сейчас поменяем, две триста. Я говорю, что? Ну, цифры копеечные. Я говорю, что? Две триста? Ну, вы офигели, что ли? Вообще, как бы это просто грабеж. Я не позволю. У меня в голове иллюзия, что рядом с моим домом, ну, не иллюзия, это правда, есть тоже шиномонтаж, а это я в другом месте происходило. Я думаю, сейчас я приеду до дома, и мне ребята свои поменяют. Я у них по 1500 делал. Я приезжаю к дому, забегаю, говорю, ребята, поменяйте. Они такие, две триста. Я говорю, вы что вообще, что ли, все офигели. Просто я в шоке. Я говорю, не, я не сдамся. И это уже сложнее. Я знаю, где еще шиномонтаж, но это надо выехать на большую дорогу, объехать, там у меня где-то за гаражами. Я, короче, туда приезжаю. А ночь уже на дворе. Я уже приезжаю туда, говорю, поменяйте. А они такие, 2500, но тебе 2300 сделают. Я уже начинаю понимать, что это какой-то глобальный заговор. Или я чего-то не понимаю. И до меня доходит. У меня 17 радиус. А я менял 16. Я никогда 17. А цена от радиуса растет. И я вот из этого, то, что я не рассчитывал на 17 радиус, я гоняюсь по этому району. И в итоге меняю за 2300. И уже понимаю. И то есть о чем речь? Что если бы первые... Так вы же еще потратили на бензин, представляете? Объезжая все эти районы. Вы же больше отдали. Время, бензин, конечно. Конечно. Время, бензин. Это же день. В итоге, смотрите, в чем уровень смыслов этой истории. Если бы первый продавец, шиномонтажник, был замотивирован продавать, но он был не замотивирован. Ну, плевать на это. То есть он мало зарабатывает. Но если бы он был замотивирован, он бы что сделал? Он бы сказал, в смысле дорого. Я бы сказал, ну ты что, дорого? Ты что, что ты дверь? Он бы спросил меня, а ты какие раньше колеса менял? А я бы сказал ему, ну у меня 16-й был. Он бы сказал, братан, ну конечно. 16-й у нас вообще 1200 стоит, а ты за полторы менял. Все нормально. Это же 17-й. Он бы мне объяснил, и я бы остался бы сразу и проблему решил. Но из-за того, что он не стал бороться с моим возражением, и я пострадал, и он клиента потерял. Ну и так далее. Но главная идея, что я не рассчитывал. И из-за этого у меня был такой шок. Я как все сразу рассказываю, для того, чтобы преодолевать вот это возражение «не рассчитывал», у вас должны быть открыты. Ну, если у вас таких нету, но если вы были, вкладки конкурентов, имеется в виду сайты конкурентов, где можно посмотреть аналогичные цены. Говорят, да успокойся, успокойся, смотри, давай смотрим спирулину нашего уровня. Там, ну, какой-нибудь американский сайт, какой-нибудь там европейский сайт, и еще что-то. Смотри, вот здесь это стоит столько, здесь столько, здесь столько. Вы не должны быть самыми дешевыми при этом, вы должны быть в рынке. Вот главная задача. И показать, что успокойся, это нормальная ситуация, это как бы мы не чеканутые, видишь, вот работа так вот так работает. Товар нашего уровня стоит столько. Тут еще важен вот какой момент. Человек, когда сравнивает, он может сравнивать вообще совершенно с другим. То есть вот есть, ну, когда мы говорим про тендер, про сравнивающего, то мы имеем в виду, что он сравнивает с чем-то подобным. А вот тот, который не рассчитывал, он может сравнивать вас с какой-то своей иллюзией, которая вообще не существует. Он такой, а я вот пью, ну, там, витаминки какие-нибудь, там, аскорбинки, они же стоят по, там, 200 тенге, а вы хотите за вашу так долго. То есть он может вас сравнивать, но это сравнение не, ну, не из того раздела, где он сравнивает объективные вещи. А у этого такая, как бы, заблуждение, фантазия. Так, и последнее. Пятое. Не понял ценности. Он просто еще раз, ну, недоразобрался, за что же с него хотят столько денег. Вот звучит это так. Не понял ценности. Здесь нужно просто повторить презентацию. К чему я это вам показываю? К тому, что если вы не задаете вопросы возражению, вы обречены ошибаться, пытаясь на него ответить. Когда вы задаете вопросы, у вас появляется шанс найти вот эту истинную причину и с ней быстренько поработать. А теперь продолжаем историю вот с этой табличкой. Давайте придумаем по три вопроса вот бюджетнику, тендеру и торгашу. Вот смотрите, когда мы поняли, кто перед нами, ну, хотя бы у нас появилась гипотеза, кто перед нами, нам нужно продолжить спрашивать. Вот что бы вы спросили, если перед вами бюджетник. А давайте будем хором, ну, типа, не будем писать, давайте, накидывайте идеи. Итак, я говорю, слушайте, у меня нет денег, реально, вот у меня прям мало денег, я не могу столько сейчас на покупку БАДов. А когда они будут? Хороший вопрос, да. Классный вопрос, когда будут, да. Ну, он говорит, ну, наверное, через пять лет. Хороший, но он рановатый. Короче, вопросы первым нельзя. Вернее, даже вообще нельзя, нет. То есть, идея неплохая, но вот не очень хорошая. Давайте другой вопрос придумаем. А хотите, чтобы у вас были деньги? Да, хочу. Еще помогайте. А вам интересно, как это можно сделать? Интересно, да. Вы мне уже рассказали, мне нужно тоже продавать спирулину, но сначала мне нужно купить спирулину, а у меня денег нет. Чтобы купить, продать что-нибудь ненужное, сначала купить что-нибудь ненужное, а у меня денег нет. Это из Матроны. А вы, давайте подумаем, откуда можно изыскать. Вот просто эти вопросы надо закончить, но к нему надо подвести. Давайте подумаем парочку вопросов, с чего надо начать. Есть правильный вопрос, с чего надо начать. Поймайте его и этим закончить. Вот прям супер, 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 да. На что у вас уходит основная часть расходов? Не, ну ты хочешь полезть в мой кошелек. Давайте, все, сливаю вопрос. Сколько не хватает? Насколько? Насколько это дорого? Дорого. То есть не хватает, не хватает, бюджет не хватает. То есть бюджетник у него не хватает, да, а сколько, ну вот, сколько было бы недорого? В чем важность, красота, крутизна этого вопроса? Так, надо нарисовать. Надо нарисовать. Так, берем, берем чистый лист. Итак, смотрите. Не висит он. Смотрите, как это работает. Сделаем вставку, вставку в виде гистограммы. Гистограммы. Так, что-то у меня много всего происходит на экране. Демонстрация приостановлена. Так, я сейчас заново ее запущу. Где она? Где? Где? Вот она. Видели. Итак, все, видите, да? Появилась вордовский, да, появилась. Итак, смотрим. А, ну вот, тут одного столбика хватит. Итак, вот полная высота, полная высота первого столбика, это, допустим, 170 долларов. Я говорю вам, дорого, 170 долларов, это дорого. А вы говорите, слушай, 170 долларов, а сколько тебе не хватает? Он говорит, ну вот, типа, 120 у меня есть. Это значит, сколько не хватает? 50. 50, да. И теперь вот разница. Вот когда дорого 170, вот что, что легче? 170 или 50? 50. Конечно, 50. Если мы остаемся разговаривать о дорого 170, это прям дорого, тяжело. А если мы сужаем дорого до 50, то всего лишь 50 не хватает. То есть, 120 нормально, а 50 дороговато. с чем проще справиться? 170 или 50? 50. Все, понятна мысль. Итак, первый вопрос, сколько не хватает? А сколько было бы недорого? Нет, ну вот было бы 120, ну 100 бы даже. Сколько бы ни было. Если, конечно, он говорит 30, или, ну там, то значит, речь вообще, ну, скорее всего, там, вы либо вообще попали не туда, но не с тем разговариваете вообще. То есть, ну, как бы, надо было выяснить потребности, и бюджет прояснить лучше. Либо он, ну, как бы, не алло, короче. Но если это вот что-то адекватное, то все, следующий вопрос какой? Определились. Разницу в ожиданиях и возможностях определились. Сколько? Ну, предположим, что тебе это надо. Ну, да, просто уточни для меня. Если ты понял, что тебе вот этот, ну, там, спирулина очень нужна, ты бы мог найти эти деньги? Вот если бы ты прям был убежден, что спирулина тебе прям нужна. И человек, допустим, ответит, мог бы, это один вариант, если бы не... То другой вариант. Такой срок, как? Да срок не обязательно. Нет, он говорит, ну, мог бы, нет, если бы я понял, что она мне нужна, ну, а я вроде как понял, то, наверное, я мог бы их найти. И тогда последний вопрос, какой Бибигуль предложила, где? Ну, хорошо, как вы? Где вы сможете найти недостающие деньги? Почему такая стратегия имеет смысл? Сейчас объясню философию этой стратегии. Вспомните себя, когда вы нашли то, что вам хочется купить, но вам не хватает денег на это. Ну, бывали же такие ситуации, я предположу. Бывали. Вот, идете, и вот понравилась вам куртка, телефон, сейчас даже не про машину, да даже машина. Все, вы прям захотелось машину, а денег нет. Чем начинает заниматься ваш мозг в эту секунду, когда понял, что ему хочется, а денег нет? Хочется денег. В поисках денег. Варианты. Да. Дафиксируйте. Я начинаю искать деньги. А теперь дальше. Теперь смотрите. Я стою перед продавцом. У продавца в руках вещь, которая мне нужна, а мне не хватает денег. Я сейчас, ну, деньги в голове своей ищу. И вот предположим, что я закрыл мне надолго глаза в поисках денег внутри себя, а потом такой открываю глаза, ищу деньги. И первого, кого я перед собой вижу, это кто? Продавец. Это вы. Продавец. Представитель мега крутой, дорогой, богатой компании. А я занимаюсь чем в голове? Поиском денег. И что я делаю, обращаясь к вам? Что я делаю? Что я говорю? Простите, одолжите. Да. Мне дороговато. Делайте мне скидку. Да, это скидка бюджетника. Это не торгаш. Я спрашиваю тебя, а что я значит скидку? Я говорю, слушай, чувак, ну, или девушка, мне так понравилась, ну, вот эта вещь, а денег не хватает. Можешь помочь найти? Ну, вот что такое скидка бюджетника. Ну, дорого от бюджетника, это как бы запрос, помоги мне найти денег. И поэтому наша задача, эту энергию сохранить, просто сказать ему, а где ты еще можешь найти деньги? вот я прям вот не могу тебе помочь. А где ты найдешь деньги? И просто переключение внимания на поиск денег, большинство из нас деньги находят по-любому. Главное, удержать человека, вот, ну, у себя в поле своего дружеского контакта, а не наезжать на него. Дальше. Если мы говорим про тендер, то же самое. Сначала спросите, какая разница в цене, о какой разнице идет речь. Это очень показательно. Если разница небольшая, то значит, он сравнивает вас с чем-то реальным. Если он выкать, скажет, что разница в два-три раза, ну, там, дешевле, значит, что? Какие два варианта, значит, есть? Возьмите там. Нет, 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 ни в коем случае. Зачем? Смотри, он говорит, я знаю, где спирулина продается в два раза дешевле, или даже в три. Что это значит? Значит, спирулина сильно завышенная. Состав. Состав. Это другая спирулина. Да. То есть, значит, он сравнивает нас, ну, как бы, не с аналогичным товаром. Но это все равно, что пришел к магазинам, магазин Лексуса. Те сказали, ну, пять миллионов рублей. Сколько там? Пять на шесть. Тридцать миллионов тенге. А он говорит, а я знаю, где гипсевле машины продаются. А вы его спрашиваете, и где? И почем? А он говорит, за три миллиона знаю, где взять. На рынке. Ну, то есть, о чем речь? Он сравнивает несравнимые вещи. То есть, почему так важно спросить разницу в ожидании, в цене? Потому что сразу понятно, как у меня другой был кейс. Я обучал продажи, ну, неважно, как, в общем, они делают инженерные изыскания, как-то, не изыскания, а рисуют инженерную документацию для строительства домов. И, значит, говорят, типа, у нас ситуация вышла с клиентом, мы там хотим за на работу 10 миллионов, какие-то у них очень дорогие там все эти штуки, а наши конкуренты предлагают подобное решение, типа, за 7 или 6, что, ну, как бы невозможно ниже. И я говорю, так это же очевидно. То есть, ваши конкуренты обманывают вашего клиента, они обещают, то есть, они точно сделают ему какую-то фигню, потому что, ну, если вы профессионал, и вы понимаете, что вы, как бы, у вас маржинальность не очень большая, вы делаете вот в рынке стоимость, если кто-то предложит тебе так сильно дешевле, так он точно обманет, обманывает. То есть, он, ну, как бы, это будет просто, типа, такой маркетинговый ход. Сначала ты заходишь в проект с маленькими деньгами, потом тебе говорят, слушай, извини, цены поменялись, все, и он все равно на выходе отдаст столько же, а то и больше. И вы, когда вы понимаете эту разницу в ожиданиях, в момент, вот, выясни, вот, вот, прояснения, возражения, вы понимаете, куда двигаться, то есть, чувак, это другой продукт, ну, как бы, крахмал там с зеленым порошком и наши спирулины, это разные вещи вообще, потому что там, там за тысячу, а нас друг, это разные вещи, поэтому, зачем ты с этим сравниваешь, иди, если хочешь пить ту, иди пей, можешь еще водичку какую-нибудь там прикупить, детскую тоже запивать. Не, не надо так жестко, но я имею ввиду, что это такая позиция. Так, ну, если перед вами что-то одинаковое, ну, то есть близкое, чуть-чуть дешевле, а вот там за 120, то тогда вам нужно уже, вам уже как бы надо работать над увеличением ценности вашего предложения за счет всего остального. То есть, да, сам продукт у нас, допустим, дороже, но маркетинг план круче, то есть, тебе какая разница, разница в этой маленькой разнице не так важна, важно сколько ты заработаешь, там, да, маркетинг, цена чуть дороже, там, но, и вы как бы, ну, уже дальше идут работа с прайсами, и усиление ценности, ну, как бы, набрасывание ценности на ваше предложение, чтобы оно перевесило цену, и перевесило разницу в цене между вами и конкурентом. Самое интересное, это работа с торгашом. Что спросить торгаша? Итак, я говорю, давайте, я против вас, вы теперь продавцы, а я клиент. Я говорю, слушайте, ну, мне нравится, нравится, хотя вы не можете давать скидку, но давайте поиграем, это очень интересный просто путь, вот, просто ради отвлечения. Я говорю, слушайте, ну, дайте мне скидочку, ну, хорошо, ладно, вы не можете дать скидочку, ну, вы же заработаете на этом все равно, вот, дайте мне скидочку, вашу маржу, например, я с этого начну, ну, там, я заплачу, там, ну, там сейчас, как бы, 160 я, а 10 вы, ну, вы, как бы, свою маржу мне там докиньте, и я начну с вами работать, прикиньте, госпартнер будет, все, я, короче, ваш, навеки, я вам сейчас такую, тут, что, все, хотите, бизнес построю, вот, такой я игрок, поехали, а почему, зачем вам скидка, да, одинаково практически, молодец, правильно, первый вопрос, я к этому пришел, через много лет размышлений, первое, зачем вам скидка, пишите, это первый вопрос, вот этому торгашу, игроку, то есть, меня это уже осаживает, говорю, в смысле, зачем мне скидка, ну, нафига тебе, 10 баксов, чувак, но я продолжаю, продолжаю, говорю, ну, как, просто я читал Питера Дэниелса, он говорит, всегда просите скидку, я такой повернутый, я всегда прошу скидку, то есть, ну, как бы, дальше продолжайте, но классный вопрос, мало кто уже начнет, на него ответит адекватно, продолжайте бороться. Нашим продуктом нет скидок. Не, не, не надо, это понятно, что, это тогда просто мы как бы, пойдем и гуляем в другую сторону, нет, мы типа, типа играем, да. Я всегда прошу скидку, если он сказал, а что вам это дает? Да, ну, это то же самое, зачем, ну, удовлетворение, я чувствую, я хочу экономить на всем, там, да. Все, объяснил, следующий тип вопросов, давайте, еще другой, ну, идите дальше. Как вы думаете, получив скидку, в наш бизнес придете, ваши партнеры тоже будут делать такое, ну, типа, хороший вариант, да, хороший вариант, да, будет ли вам легко, ну, допустим, да, интересно, ну, я никому не скажу, мало кто умеет так делать, как я, но окей, хороший вариант, да, его надо четко сформулировать, давайте, подсказка, почему я должен, А вы рассматриваете другие варианты выгоды? Молодец, оставь эту формулировку чуть на конец, то есть, держи в голове, здесь, ну, пока усиление такое, почему я должен дать тебе скидку? Никому не даю, почему тебе? усиление, а ты мне что? Это три вопроса, которые можно задать, вот, как бы, сделано, пройти этим путем, вот, на разминочной стадии, поигрались, почему я думаю, что это нормально, потому что торгаш, он игрок, с ним можно играть, бюджетник расплачется, а торгаш нет, он играет, он как бы сильный, ну, он хочет играть, и ты начинаешь с ним, и, как бы, поскольку обычно с торгашами никто не работает, никто не знает, что с ними делать, ну, только если сказать, нет скидки, и все, упереться, то, как только хоть у кого-то появится из продавцов инструментарий, то, ну, как бы, это уже будет победа в переговорах, там, на 90%, следующий вопрос, провокация, я правильно тебя понимаю, тебе кажется, что я тебя обманываю, моя цена завышена, и ты хочешь ее, скорректировать? Переводим человека в этический слой, то есть, подожди, ты хочешь скидку, потому что моя цена, ну, по-твоему, как бы, неправдивая, то есть, я тебя, типа, обманываю, то есть, что, почему скидка? то есть, я тебе вру, ты хочешь справедливости, что ли? Допустим, говорит, нет, 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 я просто, просто, я хочу быть, ну, более выгодную сделку, и вот здесь вот переходим к мысли, которые Биби Гуль начала озвучивать, связка такая, давай еще раз, ты хочешь, ну, от нашего сотрудничества получить максимальную выгоду, правильно? и если человек говорит правильно, правильно, то он, как бы, попадается в нашу ловушку, и мы переводим его к чему? В таком случае, предлагаю, что сделать? Я предлагаю вам другие варианты выгоды. Сосредоточиться не на 10 долларов скидки, а на 50 миллионах выручки, которую ты получишь, работая с нами, ну, как бы, без всякой ерунды вот этой, которую ты сейчас придумываешь, потому что мы тебе предлагаем бизнес, там, здоровье и так далее, то есть переключаем внимание с маленькой скидки на большую монетизацию, и, ну, и хотя бы так, то есть я не утверждаю, что это универсальная техника, универсальных техник не существует, но это техника, это, ну, как бы, это набор инструментов, который может расшатать торгаша и оставить вам ваш... Алексей, а можно вот, вот ты хочешь скидку, так как считаешь, что мой товар дороже, а можно задать вопрос, ты считаешь, что я должна заплатить за часть твоего товара? Ну, типа, да, я как бы так считаю, ну, можно, да, то есть еще раз, ты хочешь, чтобы я оплачивала часть, почему, ну, да, то есть это то же самое, что почему, да, это можно уточнить вообще с самого начала, почему, то есть с чего такая мысль, ну, тоже вариант, да, единственное, он скорее такой прояснительный, нежели трансформирующий, вот, проясняешь, где-то ты там трансформируешь сознание человека, так, хорошо, теперь, повторю, про что эта мысль, про то, чтобы прежде чем отвечать на возражение, нужно его прокачать, нужно понять его причину сначала, и причину тоже прокачать, и тогда появляются уже зацепки, что с этим делать, вот для этого нужен монетизатор-переговорщик, давайте сейчас следующую практикум сделаем, возьмем другое возражение, предложите возражение, которое мы прокачаем на предмет причин этого возражения, я не пью бады, не верю в них, я так и хотел, да, я тоже думаю, я не пью бады, не верю в них, потому что я не пью бады, вот почему неизвестно, я не пью бады, поехали, я вас спрашиваю, почему вы не пьете бады, какие варианты можно услышать, какие типы возражающих, ну типы вот, не типы возражающих, а короче, какие варианты там будут, почему человек, я абсолютно врачам, мне доверяют только лекарствам, врачам, я здоров, иногда говорят, мне это не надо, да, только врачам, врачам, да, я здоров, да, я здоров, вот это я так думаю, ну и там, думал, сейчас вот я попробую все-таки пить спирулину, потом скажу вам, поздоровел я или нет, я здоров, мне это не надо, окей, да, еще, это бады, я не верю, люди говорят, что не верят, пил, пил, стало хуже, не, когда-то пила, у меня высыпание было, например, негативный опыт, да, это негативный опыт, да, это одна из, ну, распространенных причин, негативный, негативный опыт, он может быть нулевым, да, а может быть прямо реально негативным, окей, окей, еще, я слышал, что бады не работают, о, слышал, отлично, да, слухи, отзывы, слышал, бады не работают, отлично, давайте еще, я добавлю, еще, они говорят, мой врач не рекомендует, не бады, ну, давайте, чтобы не, доверяя врачам, а врач, врач не, не рекомендует, рекомендует, окей, ага, да, аллергия на морские продукты, аллергия на морские, так, это, наверное, к негативному, давайте, при встрече, а у вас морепродукты, а у меня вот аллергия на морские продукты, а вообще на любые морские продукты, да, да, категорически прям не хотят, а у меня аллергия, все, вообще наотрез, не хотят даже слушать дальше, аллергия, все, у меня аллергия, сказать тогда, вам это вообще не надо тогда, нет, смотрите, с некоторыми надо попрощаться, да, есть люди, которые по объективным причинам не будут нашими клиентами, это не проблема, главное, чтобы мы добрались до этой объективной причины, и уже как бы спокойной совестью пошли дальше, так, давайте, что еще, ну последнее что-нибудь, я не уверен, что это мне поможет, так, значит, это очень похоже, БАДы не слышал, БАДы не работают, это типа частный случай, не работают, да, я не уверен, что это мне поможет, да, ну и достаточно, и еще, то есть опять повторяю, что я сейчас делаю, когда вы услышите, я не пью БАДы, не надо отвечать на это возражение, до тех пор, пока вы хотя бы не поняли, вот это, ну, этот вариант возражения, спросите, почему, он вам что-то говорит, и вот теперь, есть смысл, представляете, перед вами человек, который говорит, я здоров, мне это не надо, а вы такие, то есть, он думает, он говорит, не пью БАДы, вы не спросили его, почему, а он вот этот, я здоров, мне это не надо, а вы начинаете на него, послушайте, в наших БАДах, с открытым, энергия моря, 5 миллиардов лет, все, вся таблица Менделеева, вся, то есть, ну вот, хоть немножко попадания есть, как вы считаете, что я слышу, сижу, я сижу, думаю, разговаривает полный неадекват, я говорю, я здоров, он мне про таблицу Менделеева, я не хочу таблицу Менделеева, я здоров, или же, надо слушать, у него аллергия на морские продукты, а я ему про энергию говорю, послушай, если ты будешь это пить, у тебя будет энергия, ты будешь больше работать, больше зарабатывать, а у меня аллергия на морские продукты, а я это не сказал, а вы это не услышали, у вас опять никакого коннекта нет, или он пил, стало хуже, а вы ему давай рассказывать, ну то есть про что-то, ну, короче, вот главная задача, возражение, понять его причину, только потом у вас появляется возможность, с ним справиться, если не понимаете, то тогда вы в тупике, переходим, к алгоритму, значит, все, эту идею я вам донес, теперь, вот сюда, наверх немножко, алгоритм ответов, семь стульев, да, я прям постарался даже на сцене, с этими стульями протанцевать, о чем идея алгоритма, о том же самом, не надо торопиться отвечать, не надо торопиться отвечать, потому что, как обычно мы, ну там, у нас тренинги по продаже, ну, у нас у всех, там наверняка у вас есть 10 методов ответов на возражение, 15 методов ответов на возражение, и вы знаете, возражение нужно раздробить на части, да, но, ежик, вернуть его, то есть, есть разные методы ответов на возражение, кстати, вот давайте про ответы, какие типы ответов на возражение вы знаете, или варианты ответов на возражение, кто понимает, о чем я пытаюсь сказать, вот сейчас, вот ответ, да, вот я вам говорю, бады, ну, я не принимаю бады, вот, что нужно сказать, или, допустим, ваши бады, не проверенные, там, и я думаю, что они, там, ненадежные, какие ответы на возражение, какие методы ответов на возражение вы знаете? Могу я задать? А, говори, говори. Могу я, почему у вас такая утвердительная именно, ну, утвердительный такой вопрос? Не, я сейчас не спрашиваю, это могу я за, конечно, это я сейчас вам, я хочу, чтобы вы спрашивали, я сейчас говорю, всегда есть готовые ответы, то есть, по идее, на любое возражение есть 3-4 готовых ответа, вот, например, какие ответы вот у вас уже есть готовые? Согласна, да, согласна, я тоже когда-то так думала, тоже когда-то, я вообще не пила и отрицала. Да, да, я тоже так думала, то есть, один вариант, еще вариант. А как вы относитесь к лечебным травам? И какие, значит, это к лечебным травам? И, ну вот это, какое у вас отношение к лечебным травам? Это полная чушь, то же самое, еще хуже, то есть, трава, это за бурочком, да, да. Нет, тут хорошо, не важно, как я к ним отношусь, важно, что это такая, такой метод, сравнить с лечебными травами, хорошо, это как бы метафора, ну или сравнение, ладно, это еще одна техника, еще какие варианты? Можно сказать, ну мне уточнить надо, очень близко, правильно ли я поняла, вас рассказывает, а что вы знаете, ведь основная цель компании, можно вот начать, да, вот говорить, что оно это как бы, рассказать историю компании, рассказать ссылку на исследование, сначала согласиться, сейчас я не про методику, я буду сейчас про конец, вот в конце, в конечном итоге, что же вы будете отвечать, в итоге, что я хочу вам донести, мысль, что обычно, вся работа ведется, ну вот в обучении по продажам, работа с возражением, это вот ответ, как правильно ответить, а я сейчас хочу перефокусировать вас, важнее не ответить, а важнее подвести человека к ответу, вот алгоритм, это как подвести человека к ответу на возражение, потому что ответ, это обычно простая мысль, ну обычно там нет ничего такого сложного, то есть это просто нужно знать список, возражения, ответы, это легкое решение, а вот чтобы человек вас услышал, вот для этого нужно немножко постараться, и вот как бы я сейчас покажу вам этот, путь, как человек, который говорит, не хочу, дошел до момента, который бы сказал вам, ну хорошо, объясни мне, вот, вот как бы, вот от этой точки в эту точку, вот сейчас этот алгоритм, итак, это, ну, шесть шагов, седьмой, это уже сам ответ на возражение, давайте пробежимся по нему, значит, пауза, уточнение, прокачка, комплимент, проверка, присоединение, пауза, прокачка, пауза, уточнение, прокачка, комплимент, проверка, присоединение, Я снова покажу вам Пример работы по алгоритму Как и на сцене, а потом вы попробуете сами Дайте мне любое возражение Я говорю, ну давайте, вот пожалуйста Начните, купите Что-нибудь на 200 долларов И начинайте работать Подключайте людей, зарабатывайте, поехали Дайте мне возражение Я боюсь отказа Не хочу приглашать Это, кажется, было на сцене у нас Я с этим уже и танцевал Сетевой это не мое Давай, сетевой это не мое Первое Я делаю паузу Не обязательно с таким тяжелым вдохом Ну то есть Пауза и угукою Ну угуко это такой Профессиональная техника И немножко я держу паузу Выслушивая Ну как бы давая Переработаться негативной эмоцией Там любой эмоции Которая есть у клиента Перехожу ко второму шагу Так еще раз Правильно я вас понял Что сетевой Это не ваше Назовем Я с тобой Да Вы правильно поняли меня Сетевой это не мое Угу Я понял А что Почему Что это вообще значит не мое Что вы имеете ввиду по словам Сетевой это не мое Ну вот Во-первых Я не люблю приглашать Тут другое уже Причина уже Почему? Нет-нет-нет Как раз вот здесь-то и нужно причину Вот потому что сетевой не мое И вообще непонятно что Это вообще не про что То есть как это Ну это и не мое И не твое Это вообще не знаю чье Уточняй Что значит сетевой не ваше Что Что заставляет вас Ну как бы отвергать сетевой Как вариант Бизнеса Я отвечаю да? Ну да-да Дай мне какой-нибудь вариант Я пробовала У меня не получается Поэтому это не мое Вы пробовали У вас не получается О Супер Хорошо А расскажите немножко Что это было за За история Что Что было за За компанией Какая была система Что продавали Тоже БАДы БАДы Угу Сетевой Ага Вот Ну мне вообще Там не нравилось Что нужно постоянно Кучу продукции Таскать с собой Нет Нет Это не для меня Точно А вы таскали продукцию С собой Да? Угу Прямые продажи Да вы занимались Прям активно Ух ты И вы таскали И это у вас не пошло Таскать продукция Ушла под зарплату Потом надо было Собирать эти деньги Нет Ух ты Так я понял Понял То есть у вас вот такой опыт И это не ваше И вы поняли Что такое 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 Дело Не ваше Угу Хорошо Ну смотрите А если В принципе Ну вот Сетевой Да Ну и понятно Другой метод Для вас что важнее Вот чтобы Это было не сетевой бизнес Или чтобы вам не таскать Мешок продукции За спиной Ну и чтобы не таскать И в то же время Чтобы Не предлагать людям Угу Окей Так Я предполагаю Что я же знаю Чем ты занимаешься Поскольку это четвертый этап Хотя ну Здесь мы это не озвучим Я не буду спрашивать А что ты делаешь сейчас Ну потому что типа Я как бы знаю Хорошо Ну слушайте Я это сам Спасибо вам большое Я сейчас делаю комплимент Вы вообще Ну во-первых Молодец Вы Ну как бы Такой был у вас и опыт И Мне Очень нравится Как вы Ну правильно Относитесь К Тем задачам Которые вам нужно будет Решать в жизни Которые принесут вам деньги Вы не хватаетесь За все подряд А внимательно Изучаете И Соотносите Со своим типом личности Мне кажется Это очень правильно Вы делаете Класс Это был комплимент Теперь Я говорю Проверить на истинную значимость Ну давайте Вот прям Отложим На пару минут Вообще Разговор О необходимости Кому-то Что-то Ну там вот В каком-то виде Предлагать Вот Ненадолго Отложим В остальном Идея То Начать Строить Команду Которая Обеспечит Вас Ну там Безбедным Безбедным Настоящим И старость И Вырастая Под вами Будет генерить Необходимый доход И вы станете Вообще Предпринимателем Работающим Практически На себя Вот Эта идея Вам Нравится? Ну Она Наверное Нравится Мне Но Я не знаю Смогу ли я Обще С командой Работать Еще раз Значит Вы не только Не хотите Предлагать Но еще Не знаете Сможете ли Работать С командой То есть Вам Это Вас еще Это смущает Да Смотрите Что получается Вот От пятого Пункта Назым Разворачивает Меня Наверх Это Немножко Излишне Для нашего Разговора Можно было Просто Сказать Все остальное Мне нравится Раз Я так Сказала Я Я иду Заново Ничего Страшного Так Секундочку Значит Проблемы Еще С построением Команды А что Вас Смущает В этом Ну В плане Что Вы Думаете Когда Слышите Нужно Строить Команду И Вас Пугает Это Что Это Вас Пугает Ну Потому Что Не все Люди Могут Активными Быть Приглашать Вы Сомневаетесь В том Что Все Люди С кем Будете Работать Будут Активными Да А Почему Вы думаете Что Все Должны Быть Активными Что Вы Прям Ищите То Дело Которое Будет Совпадать С вашим Типом Личности С вашей Энергией Давайте Еще раз Давайте Тогда Отложим Разговор И о Команде Ну Предположим Вы Найдете Баланс Вот Этой Нагрузки Вопрос В другом Идея Построить Команду Которая Будет Зарабатывать Для вас Деньги Фактически Вам Нравится Или Нет Уберем Сложности Сама Идея Сетевого Бизнеса Как Доходного Мероприятия Вам Нравится Ну Да Ну Как Нравится То Что Да Если Будет Доход Литей Пассивный Еще Конечно Нравится Хорошо И Ну Вот Если Убрать Вот Эти Факторы Которые Вас Сейчас Смущают Вы Хотели Работать В сетевом Бизнесе И Развиваться Если Убрать Факторы Которые Меня Беспокоит Да Ну Может Быть Да Да Хорошо Тогда Давайте Сейчас Вместе Я сейчас Перехожу К присоединению Вместе Подумаем Ну И Проработаем Этот вопрос Каким же Образом На самом деле Нужно Продавать В нашем Случае И Что Значит Строить Команду Хорошо Хорошо И Я Перехожу К Ответу Не Факт Что Переубедю Не Факт Но Главное Что Я Ну Там Нуля Нет Не Хотел Сетевой Не Мое Подошел Уже К Серьезному Конструктиву Много Что Узнал Я Знаю Что Проблема Не В Нас Ну Не В Сетевом Бизнесе А В том Что Травма Такая Была Ну Связана С Другим Типом Работы Окей С Завышенными Ожиданиями От Людей Окей С Этим Можно Что То Делать Увидели Да Давайте Теперь Кто Нибудь Из Вас Попробуйте То же Самое Сделать Двигаясь По У меня Случайно Таблички Здесь Нет Таблички Давайте Давайте Я Сейчас Вам Помогу Чуть Правильно Я понял Точнее А Не Ну Все Поехали Кто Попробует Можно Я Попробую С Кем Нибудь Давай Кто Будет Роль Клиента Играть Выбирайте Назов Да Ну Проявите Тренеры Быстрее Рая С Рая Готов Рая Я Слушаю Вас Ну Вообще Как Вам Наше Предложение Как Какое Именно Я Могу Уточнить Присоединиться К нашему Бизнесу Работать Вас Не Слышно Стало Работать В моей Команде Присоединиться К бизнесу Нашему А Ну Вы же Предлагаете Миссисевую Компанию Вы знаете Это не мое Вообще Мне не нравится Сетевая Компания Ага А я правильно Поняла Что вы Вам Вообще Не нравится Бизнес Где Ну Как бы Есть Сетевой Маркетинг Да Это Вас Беспокоит Да 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 Я вообще Лентяйка Понимаете Я не люблю Строить Команду Там надо Оказывается Продавать Предлагать Я лентяйка Я это Не люблю Мы же только сейчас С этим работали Это что-нибудь другое Ну да Лентяйка Это прям Совсем без 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 вариантов Давайте Что-нибудь Объективную Причину Одну Четкую Там Трагу Была Заболел Я От Бадов Или Что-то Еще Такое Все 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 Понятно Но Морская Продукция Не для Меня У меня Аллергия Правильно Я поняла Что Вы Вообще Все Что Связано С морскими Как бы Да Фармакологией Вы это Не употребляете Да В этом Плане Да Вы правильно Поняли А что У вас Какие-то Есть Причины Там Я не знаю Может быть У вас Ну как По анализам Анализы Ну как бы Говорят о том Что вам Нельзя пить Именно Морскую Фармакологию А я пропила Спирулину Вот брала Как будто Она меня отсыпала Я пропила Меня прям Высыпала Все А вы только Спирулину пили Да Спирулину Только Меня Высыпала Поняла Что Морепродукты Это не мое Знаете Это Может быть Это была Реакция У вас На организм Ну на Организм Именно На эту продукцию Потому что У нас Бывают Моменты Когда Возникает Ну как бы Реакция Сколько Вы пропили Недельку Пропила Недельку Недельку Да И потом Перестали Да Пить Перестала Ну вы знаете Я хочу Это Вторая Вам сказать Вы конечно Молодец Да То что вы Все таки Попробовали Нашу продукцию Да Ну Всегда же Надо сделать Какой-то шаг Первый Да Посмотреть Насколько Это Подходит Это Не подходит Но Я бы хотела Спросить А пробовали Вы Например У нас Есть же Еще другие Препараты В сиропах Есть Именно В капсулах Бады Пробовали Какие-то Еще другие Нет Я после Того случая Я не пробовала Я просто Боюсь Уже дальше Пить Я отказалась В принципе Мне больше Никто И не предлагал Я отказалась Все Хорошо Я поняла А вот смотрите Ладно Давайте Рая Вот просто Ну сейчас Отложим Как бы Да Этот вопрос Вот именно О продукте Именно Вот как Он Именно На ваш Организм Отразился Так скажем На вашем Организме А если бы Вы например Рассмотрели Вот это Предложение Именно С точки зрения Бизнеса Да То есть Ну вы же понимаете Что все люди Все люди разные Да И Тем более Я Уверенностью Могу сказать Что Наши Компания Очень Много Людей Которые Употребляют Этот продукт Возможно Что Этот продукт Поможет Именно Вашим Близким Может быть Мы рассмотрим Именно с другой С точки зрения С точки зрения Бизнеса Это Предложение Ну попробуйте Убедить Меня Все Хорошо Ну тогда Давайте Сделаем Так Если Вы Сейчас Располагаете Времени Я сейчас Вам Еще Не расскажу Небольшой Ну минут На 15 Маркетинг План Будет У вас Возможность Послушать Да Я Я Слушаю Внимательно Вас Все Хорошо Давайте Получилось Алексей Я думаю Да Да Молодец Все Четко Вот Очень Важный Этот момент Когда Кажется Что Ничего Не Работает Спросить Отложим На пару Минут Разговор В остальном Вас Устраивает Дальше Ты Можем Поговорить О другом Хорошо Так Ну вот Давайте Еще Для Закрепления Пару Человек Еще Могут Проработать Рая Давай Выбирай Себе Клиента Ребята Пусть Поработают Вот Сидят Скучают И Сама Пусть Работает Это Ты Почему Так Решила А А я Сразу Скажу Честно Мне тема Не заходит Сегодня Я не знаю В каком Расположении Духа Вот Я сейчас Сижу Как на Нашей Первой Лекции У меня Вот так Все Нахлынуло И я Не могу Все это Рассортировать По полочкам Честно Вот сегодня Тема Не заходит Хорошо Давайте Кто Хочет Попробовать Самат Хочет Прям Вот Смотрит Самат Хочет Я чувствую Выбери Меня Он так Смотрит И меня Выбери Меня Нет Давайте Я буду Клиентом Клиент Да Ну Это Самое Простое Быть Клиентом Почему Побудь Спортавцом Не Давай Я тебя Редко Вижу Вообще В деле Давай Самат Двигайся По алгоритму Ты же Видишь Он на экране Уже Есть У тебя Да Есть Кто Сыграет Сейчас Клиента А потом Сразу Сыграет Роль Продавца Водья Ага Давай Поехали Сформулируй Сейчас Сейчас Я придумаю Быстро Так Так Ага Все Придумала Ну говори Нет Нет Потому Да Я Сама Мне конечно Как бы Этот Но Я устала От людей От людей Как понять От людей Ну Устала Вот Общаться Предлагать Что-то Там Навязывать Значит Много Сталкивались Да Такой Ситуации Ну да Я У меня Было Подписить Его Каждого Уговаривать Убеждать Именно Это Вас Останавливает Или Как Основное Это А если Вы Допустим Значит Вы Не Поняли Да Суть Суть Бизнеса Здесь Жене Не Понять Уговаривание Людей Не Суть То есть Суть Ну А что Надо Делать Здесь Необходимо Понять Бизнес Что Надо Просто Алгоритм Понять Суть Бизнеса Не Заставляя Людей Включиться В Бизнес Делать Правильные Шаги И Уже Начинается Они Тип Ты Мне кажется Уже Отвечаешь На Вражение Сейчас Не надо Отвечать Давай Заново И так Тебе Говорит Клиент Я Устала Предлагать Вот Все Устала Ты Делаешь Начало Паузу Сделать Двигайся Со Мною Теперь Спрашивает Еще Раз Вы Я Правильно Вас Понял Вы Много Занимались Сетевым Бизнесом И Устали Его Предлагать Стали Отвечай Правильно Мы Тебя Поняли Да Да Я Устала Они Постоянно Хотят Что-то Негатив Какой-то Свой Говорить И Устала Я От этого Негатива Бесконечно Все Теперь Задаваю Уточняющие Вопросы Где Она Работала С кем Сколько Это Было Людей Какие У нее Были Статусы Какие У нее Были Результаты Прокачай Все Понял Вы Именно Какой Компании Работали Что Что За Люди Были Там Почему Вы Говорите Что Уставали Ну Это Была Компания Да Люди Постоянно Находили Негатив Я Отрабатывала Отрабатывала И Устала Значит Вы Работали Не с теми Людьми Которые Наверное Не похожи Ваши То есть Они У них Не было Наверное Каких-то Мечты Может Не нашли Таких Людей Поэтому У вас Такие Вопросы То есть Сомнений Ой Может быть А где Ишь Найти Таких Сразу Правильных Позитивных С мечтами Классно Я думаю Теперь Как Сделать Алексей Вот Ты не спеши Ты еще Ничего не понял Давай Вот смотри Очень интересная Ситуация Хорошо Ну давайте Все-таки Еще раз Вот Сколько Вы лет Работали В сетевом Бизнесе Или В сетевом Бизнесе Вы устали Вообще От людей Или В каком Вы Именно В сетевом Бизнесе Устали Или В другом Бизнесе Занимались Наверное Людьми Работали В другом Сфере И так Там И уставали Да нет В сетевом Я работала В другой Сфере У меня Был коллектив Постоянный А здесь Каждый раз Новые люди А хочешь Зарабатывать Хочешь Дальше Двигаться Поток Людей Увеличивается Значит Вы Не обучались Я так понял Да Ой Обучалась Вообще Я обучаться Люблю Видишь Ты такие Пытаешься Вопросы Задавать Закрыто И пытаясь Угадать Нет Ты продолжай Все Что ты услышал Сейчас Со слов Бибигуль Что у нее Что ее Утомило Она подсказку Тебе Что Можно еще раз Смотри Я вот допустим Сказала Да Устала Я В сетевом Чтобы Очередную Квалификацию Закрывать Новый Поток людей И без конца Это работа С людьми А здесь Можно знаешь Такой вопрос Я вот подскажу Само От потока людей Вы получили Только негатив Ну как бы Да 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 Хорош Прощу Сразу Работать Начать Вариант Ага Поэтому Потому что Когда вы Вставали На То есть Приглашаю Людей Вы только Негатив Получали Вы только Негатив Получали Да Нет Я Путешествие Слетала Автобонус Получила Да Приобогрился Да Понял Роль Отдыхать У меня Пять Начали Книж Хочу Дочитать Все Ну то есть Вы прям Собираетесь Уйти От работы Вы наверное Достигли Уже финансовой Независимости Вот я вам Завидую Кушать Одеваться Хватает Хочу книги Почитать Ясно Интересно Интересно Можно не оценить Просто прощупать Что человек Пойду работать Таксистом Например Можно услышать Я как-то Встречал такси Ну много Раньше был бизнес Теперь я таксую Алексей А нельзя Вот я же сказала Пять книг Вот дочитаю Хорошо Дочитаете пять книг А дальше что Ну да да Можно Можно И какой план Книги кончатся То есть прощупать Вот эту альтернативную Стратегию Которую человек Провести к какому-то Тупику Да Возможно Показать тупик Она скажет Да вообще-то я не знаю Что я собираюсь сделать Надо прощупать Либо перед нами человек Который решил Радикально поменять жизнь Она скажет Вообще-то я уже Устроилась топ-менеджером Ну там В компанию по продаже Концтоваров И у меня все хорошо Тогда в принципе Ну как бы Наверное сложно будет С ней Ну как бы ее дальше Повести за собой В эту секунду Может быть она отдохнет Потом А если она скажет Не знаю Я как бы просто устала Но в тупике Расстроена То тогда это самый наш человек Ей нужно помочь Выбраться из этого Подхватить и вести дальше Так давай Двигайся дальше По алгоритмам У тебя комплименты там Да это комплимент То есть Как комплимент Сказать В этой ситуации Ну есть Что она молодец Что она Классно Вы молодец Вы достигли Какого-то успеха Результата Вы стали Какой-то момент Финансово свободным Это круто Поздравляю вас Вы молодец Ой Благодарила Значит вы Человек Который Понял Суть бизнеса Да Значит вы показали Результат Классно И умеет достигать Да может быть Умеешься Достигать целей То есть Сразу формируем В ней Позитивную Такую Динамику Алексей А можно я здесь Просить А вот вы сейчас Со мной Общаетесь Вы устали Может быть Да Ну кстати Ты прям Поначалу Очень уставшая была Еле-еле заулыбалась В такую роль вошла Уставшая Может быть Ну вот так Ладно Не Можно все Можно все Главное Чтобы Было Потом Куда убегать Проверяй на истинную значимость Давай фразу Вот эту Читай прям Отложим На пару минут Разговор О чем Вот это Отложим На пару минут Разговор О чем только Отложим Разговор Об усталости Об усталости Да От людей Остальном Работа с нами Остальном Работа сетевого бизнеса Вам нравится Ну как бы Вас устраивает Отложим На эту На потом Остальном Работа с нами Для вас Выгодна Ну чтобы выгодно было Надо сначала же С людьми поработать Но вы То суть Понимаете Вы же Работали Людьми Задай Вопрос Так Чтобы Она Сказала Да То есть Просто Насчет Прям Внимание Когда мы Услышали Что Бибигуль Сказала Что ей нужно было Подтверждать Статусы Ты уже Собрался Объяснить Ей Что статусы Подтверждать Не надо А это Знаете Какая стратегия Вообще-то Из четырех Какая стратегия Из четырех Это четвертый Скидочник Потому что Вы говорите Класс А у нас Не надо У нас Не надо Париться Ну то есть Вам просто Повезло Что у вас Товар Дешевле Просто Ваш товар Дешевле Ну вот Я имею ввиду Проще А предположим Что вы Тот же самый Бизнес Ей предлагаете Какой Она и была С подтверждением Статусов Подумай об этом То есть Не спеши Отвечать На возражения Просто Облегчив Ее жизнь Твоя задача Вытащить Ее из усталости А не пообещать ей Золотых гор Без работы То есть Ну вот это Как бы Высший пилотаж Высший уровень Поэтому Идея Что ваш бизнес Маркетинг план Более простой Оставь на потом Ну типа Его как бы Прибереги Потому что Она вообще Возможно Это уже Услышала И работай с усталостью Предположим Усталость пройдет В остальном Работа Ну В нашей системе Вам Ну как бы Вам же Ну вам нравится Или как Вот кроме усталости Есть что-то еще Претензии какие-то К системе И не бойся услышать Да есть Мы ищем Истинные причины Давай повторяй Проверяй Остальном Кроме усталости Вам устраивает Да Ну Да Конечно В остальном Да Но В остальном Устраивает меня Но Чтобы в остальном Устраивало Надо же с людьми Работать Получается Вы Наверное Работали Не В такой-то Системе Чтобы вы Какой-то Не налаживали Наверное Людьми Да Зачем ты гадаешь Я тебя прям оставлю Смотри Ты что делаешь Наверное Вы Глупая Женщина Которая Ни хрена Не понимала В прошлом То есть Ну как Что она тебе На это ответит Да Да Я не строила Сеть Я Не надо Эти фразы Говорить Просто Говорит Давайте Вместе Подумаем Сейчас Как вам Начать Работать Зарабатывать Преодолев Усталость Вот к чему А вот смотрите Я же там сказала Очень такое Я мощно сказала Я сказала На меня Не сработала Система А вы Можно было А если бы Сработала бы Система Да А если бы Сработала Да Ну да Много Ну все В общем Давай говори Фразы Давайте вместе Подумаем Как вам Преодолев Усталость Давайте вместе Подумаем Как преодолеть Усталость Ну давайте Предложите Мне что-нибудь Спирулину Спирулину Во-первых Потом Нет Нет Вы же От людей Уставали Спирулина Здесь наверное Не поможет Или как Поможет 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 Я испытывала Стресс При стрессе Организм Много Вот этого Кальция Пожирает Мадни Мне нужно Восполнить Физику Видите Восполнить Микроэлементами Тогда у меня Это Ну потом Надо На сутки Давайте Давайте вместе С вами Подумаем Как Как мы решим Вот этот вопрос Усталости Да У нас есть Продукт Который Я сам Себя попробую Именно Витамарин Айбы То есть Успокаивает На нервы Работает Да Как вообще С этим Решить Я очень Спокойна Международно Не спеши Смотри Смотри Молодец Самат Молодец Ну Прям Если по Алгоритму Давайте Вместе Подумаем Дождись Ответа Если Она Скажет Давайте Ну она Уже Сказала Да А теперь Давай Другую Стратегию Разыграем Допустим Мы говорим Не про усталость Мы говорим Отложим На пару минут Разговор О Неудачной Системе Ну о той Системе В которой Вы работали В остальном Ну вот Как бы работа В сетевом Вас устраивает Если бы Например Система была Другой По нашей Системе То есть Можно Это отложить То есть В итоге Мы ищем Что-то Чтобы Человека Вывести Там Где у него Нет с нами Сопротивления Откладывая То в чем Он сопротивляется В сторону А потом Либо он сам С этим Как-то разберется Либо вот уже Обсудить Ну обсудите Поговорите И скажете Ну а что Часто ли вам Приходилось Выгорать На работе Ну сколько раз Вы таких циклов Прожили Он скажет Да я раз в месяц В депрессию впадаю А потом Три недели фигачу Сейчас как раз Та самая неделя А ну так Вообще все нормально Значит давайте Заходите Начали работать И все Радостно заполнили Пять книжек Дочитай Сколько тебе надо Книжек Время книжек Дочитать Он скажет Да я вообще читаю По книжке в день Пять дней Ну как так Я и думал Давай Сейчас покупаем Пять дней отдыха И вперед То есть к примеру Да то есть Главное чтобы Вот прийти в эту точку Вот через Ну вот проработав Все вот эти нюансы И тогда человек Ну есть шанс Есть шанс Я не говорю И тогда Человек Все у вас купит Нет Это же Ну игра Хорошо Все на этом Сегодняшнее занятие Завершаем Я осознательно Ничего не говорю Про методы ответов Ну там про формы Там индуктивно Дедуктивно В учебнике есть Но как бы Оставим это пока За границей Главное алгоритм Потому что Вот сами формы ответов У вас в голове есть Рождаются легко Вы их все там Легко найдете А вот подвести человека К ответу Это вот мастерство Ну что Шеринг И За работу Как я себя чувствую Главная мысль Что я Применю Из того Что сегодня обсуждали Давайте Я вот Себя прекрасно Чувствую Сегодня очень Был В таком состоянии Заряженном Да То есть реально Начинаешь сталкиваться Ты реально Начинаешь То есть через себя Пропускаешь Реально Входишь Эту роль Тогда Твои мысли Начинаешь Совпадать То есть Начинаешь Реально Понимать Так Если кто-то Просто молчит Не участвует Это Чуть плохо Поэтому я Каждый раз Начал понимать Суть этого Именно игры Именно задачи Спасибо Сегодня Очень полезный Инсайт Для меня Сегодня был Да Можешь Инсайт Участвовать Класс Так Следующий Ближе к теме Спасибо Алексей Состояние Отличное Очень понравился Вот этот Алгоритм Обязательно Я буду Применять И поделюсь Со своими Коллегами Классно Правда Угу Когда есть Готовая система И Не надо Ничего Выдумывать Спасибо Да Класс Спасибо Спасибо Алексей Я сегодня Узнал Вот эти Четыре вида Покупателей Вот это Борец Скидочник Монетозатор Монетозатор И торгаш И с ним Как Как Возражения Как ответить Как бориться Про продавца Про продавца Клабак Скидочник Это я могу Быть таким Таким Или таким Так Хорошо Класс Следующий Можно я Да Чувствую Чувствую Нормально Мне Что Понравилось Сегодня Что я Узнала Это вот То что Не называется Обработка Возражений Вот то что Мы предлагаем Скидку Оказывается Нам не нужно Предлагать Скидку И мне Понравилось Это значит Вот Четыре Типа Торгов Ну это Продавцов Нужно Индивидуально Как сначала Рассмотреть И Как-то Применить Да Это И вот Значит Мне еще понравилось Алгоритм Вот в основном Нужно По алгоритму Поработать По каждой Ситуации Можно Практиковаться В команде Да И по каждой Ситуации Можно именно Предугадать Задать Вопросы И как бы Работать С этими Вопросами И вот Именно Идти по Алгоритму Значит Паузу Уточнение Прокачка И постепенно Постепенно Потом уже Идти На этот Наконечный Ответ Буду Применять Здесь вот Эта тема Работа С возражениями Это самая Такая Тема Обширная Да Какая Я сказала Что Действительно Надо Потому что Люди Разные Вопросы Разные И к разным Вопросам Нужно По-разному Подход Иметь Поэтому Если мы будем Именно Вот эти Вот Знания Наши Применять Именно Эти техники Применять Я думаю Что У нас У меня Это получится Главное Практиковаться Нужно Практиковаться И Как бы Благодарю Вас Алексея Благодарю Команду Да Мне было Очень Очень Даже Полезная Полезная Тема Работа С возражениями По-разному Говорила Ее не видно Демонстрация Почему У меня У меня Камера Открыта Ой Простите Это демонстрация Экрана Презентация Демонстрация Была И не всех Видно Было А я-то Вас вижу Вы у меня Все перед глазами Поэтому я вас вижу Все нормально Камера Камера у меня Там можно Открыть Окошко Принято Так Кто Рая Благодарю Дания Ну в принципе Я уже сказала Как я себя Сегодня чувствую Сегодня я чувствую Себе некомфортно Я думаю Что не каждая тема Обязана Заходить Не так Чтобы создавать Комфорт какой-то Но я Я-то понимаю Что эта тема Она очень нужна Очень полезна Потому что Мы работаем С людьми И все это По шагово По этапам Мы должны Отрабатывать На самом деле Когда с тобой Клиенты-то разные По профессии Вообще Ну не как На прошлой Прошлая тема Вот она Да Зашла То есть Получается Ну что я возьму Да Мне понравилась Конечно Вот Сама система Истории Как вы Тебе Возможно Вообще Сегодня С мой склад Ума сегодня Ну не принял Только из-за этого А как Благодарю Тема полезная Нужная Ну сегодня Как-то вообще Я даже эмоционально Ну мне никак Не зашла Тема Да все я понял Все Окей Да Благодарю Благодарю Все Да Данияр Ты остался Ага Виктор Сун Можете микрофон Отвечить Пожалуйста Виктор Сун Спасибо большое Чувствую себя Замечательно Вообще Тема Ну как бы 50 на 50 Зашло Но то что Мне понравилось То что Здесь Надо бороться С возражением Не надо быть Как бы Вести Переговоры Надо Вопросами Открытыми Вопросами Я как понял Если тот человек Который отвечает А не отвечает На свой же вопрос И отвечает Это уже Борец Наверное Аргументатор Доказывает свое А здесь надо Быть по умному Да Вы дали Четкий алгоритм Алексею То что Здесь надо Быть Паузу Уточнение Прокачка И вот эти Компоненты Открытых Вопросов Человека Приводят К лояльностью Профессионала Монетизатор Переговорщика Ну человек Понимает То что Перед ним Здесь Какой-то Переговорщик И с ним Нужно Как Был Вопрос Со мной Выгодно Быть Мы должны Показывать Такими Этим И Тему Я буду Дорабатывать Потому что То же самое 50 на 50 Понял И Классно Вообще Сегодня было Все наши Партнеры И вообще Наши Люди Все Наши партнеры Ими ввиду Они все Хотят Работать С возражением Но у нас Не получается Спасибо большое Алексей Ну все Тогда Давайте Следующий Я Не сделала Ой Серьезно А ты Улыбаешься Извини Да Чувствую Я Чувствую Мне Понравилось Именно Играть В роли Клиента Такого Уставшего Чтобы Меня Подбадривали Уговаривали Да Вот Мне Понравилось Что Меня Не лечили Не учили Аргументами Не закидывали А именно То Что Меня Раскрывали Мною Интересовались Моей Болью Моей Усталостью От чего Почему Это Это Классно Я Поняла Что Я Вообще На Больший Процент Я Вот Этот Как Вы Думаете Кто Я Потому Что Я Не вопрос Задала А сразу Я Борец Аргументатор Да И Конечно Моя Да Моя Зона Роста Это Монетизатор Переговорщик Вот Вот Моя Это Моя Зона Роста Мне Сейчас Нужно Перейти На Этот Уровень Монетизатора Переговорщика Вот Всех Благодарю Сегодня Мне кажется У нас Сегодня Очень Легкий Тренинг Прошел Очень Легкий И сложную Тему Так По простому Дали И было Много Практики Я думаю Мы Основном В нашем Бизнесе Мы боремся Только Наверное Боремся Или Сливаем Нет В основном Сливаем Если Посмотреть Процент Работающих От Процентов Зарегистрирующих То В основном Все Сливаются Типа 400 Тиск Зарегистрировавшихся И 30 тысяч Работающих Партнеров Это 10% Меньше 10% То есть Все Сливаются Не доводят Дальше Людей Просто Бросают И Идите Да У меня 20 20 Человек 20 Человек Это Безумное Количество Людей У меня Получается Платина Потому что У меня Нет Второго Директора А Товарооборот У меня Сапфира У меня В одной Миллиона Во второй Сапфир У меня Выращивания Нет Второго У меня 300 Человек У меня 20 тысяч Я даже Не знала Я только Когда узнала Позавчера В личном Кабинете Написано Мы Получаем Все эти Кто там Мы Слабаки Слабаки Да Это Очень важный Инсайт Это Самый Важный Инсайт Потому что 10% Вы сказали Да А Вы сказали 10% Это нормально Нет Это Ненормально Это Ужасная Ситуация В плане У вас 300 человек Сколько Работают Из них В деньги Ну Это Я В структуре Смотрю 300 человек А Если По статусам Посмотреть Там Где-то Наверное Где-то Около 40 Статусов Это Которые Статусники Ну Вроде Процент Неплохой Но С другой Стороны А те 260 Ну Как бы Их Бросили Значит Стажеры Ну Да Это Многие Там Есть Так Следующее Занятие Значит На следующем Занятии Делайте Тренинги По чему-то Из чего Про то Что мы Мы Можете Отдельно Взять Как делать Комплимент Возражению Можете С этим Поработать Можете Взять Отдельно Как прокачать Возражение Вопросы Какие Придумать Можете Отдельно Взять Что-то Про Про Что у нас Ну там Про Дорого Там Выявить Причины Возражения Такого-то Я Не Какие у нас Кейсы Вообще У нас Возражения Это все Кейсы В игре У нас Про Возражения Ну в общем Выберите себе Какой-то кусочек Из сегодняшней темы И сделайте Тренинг На следующий Понедельник На этой неделе Я сам просто Не доберусь До Компьютера Больше Компортно Все Работаем Да Пока За работу Все До свидания Всем удачного дня До свидания Всем благотворного дня До свидания